Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий. И сегодня мы начинаем новую историю, в поисках которых я провел немало часов в сети интернет. Я искал нечто особенное, нечто увлекательное, страшное возможно или мистическое. И мне под руку попалась вот эта игра. Игра называется Исчезновение Итана Картера. Я ничего не знаю про эту игру, я не знаю что меня в ней ждет. Я прочитал лишь синопсис этой игры, то бишь описание. И как бы она меня заинтересовала, она меня задела за душу. И я хочу окунуться в этот мир и посмотреть что в нем находится. Многие конечно, я так одним глазом еще попал на комментарии, ругают эту игру за то что она слишком медленная, за то что она пассивная. Но я стараюсь как бы не читать комментарии, потому что это сугубо личное мнение тех людей, которые в нее возможно играли невнимательно, возможно играли спустя рукава. Я пытаюсь придерживаться той точки зрения, что плохих игр не бывает. Тем более с таким описанием, где авторы утверждают, что все будет зависеть только от игрока, от его внимательности, интуиции и удачи. Никаких дневников, никаких подсказок и никаких карт. Вот именно за это я и купил эту игру, чтобы опробовать погрузиться в этот мир и показать его вам. Ну что ж друзья, давайте перейдем постепенно к этой игре. Как вы видите, нас встречает дружелюбный фантастический пейзаж с прекрасным небом, водоемом и горной местностью. Мы играем роль детектива, который отправляется в это самое прекрасное место разыскать пропавшего мальчика, который исчез бесследно и никто не знает где он. Наша задача сейчас прийти в эту местность и узнать, куда подевался мальчик. Давайте же нажмем кнопку и отправимся в наше путешествие. Идет первая загрузка игры. Эта игра не ведет вас за руку по сюжету. Ну что ж, уже эта надпись меня вдохновляет. Я обожаю игры, где не нужно придерживаться определенных рамок. Я не знал Итана Картера, зато он знал меня. Когда полиция не может помочь вам, а священники не верят, вы обращаетесь к пову Проспера, вы обращаетесь ко мне. Если вы ребенок, то вы пишете. Этого достаточно. Письмо Итана начиналось так же, как и любое другое письмо от поклонников, но почти сразу он упомянул о вещах, которые маленьким мальчикам знать не положено. Существуют места, которые видят лишь немногие. Итан смог нарисовать карту. Я еще не вошел в долину Красного Ручья, но уже чувствовал, как мрак этого места обступает меня. Найти Итана Картера теперь будет сложнее, чем найти иголку в стоге сена, ведь я прибыл слишком поздно. Чтобы найти Итана, я должен был понять, что это место пытается скрыть от меня. Ну что ж, друзья, мы находимся в долине Красного Ручья. Место, которое скрывает определенные тайны и секреты по поводу Итана Картера. Того самого мальчика, который исчез. Нас зовут детектив Просперо. И этот мальчик, судя по всему, перед исчезновением или после него прислал письмо нам, детективу. А этот туннель, не знаю, конечно, насколько игра будет касаться мистических тем, тем мифологии и прочих загадок. Напоминает мне как будто путь на тот свет. Не знаю, возможно, это с чем-то и связано. А возможно и нет. В любом случае, со всем этим мы сейчас разберемся. Так, я немножко уменьшил чувствительность мыши, потому что она была довольно дикая. Камера летала как сумасшедшая, но теперь кажется все в порядке. Ну что ж, я уже сразу хочу отметить просто безумный пейзаж. Просто фантастический пейзаж. Дымка, гуляющая по летнему лесу. Потрескивание деревьев. Шум листьев. Место действительно фантастическое. И хочется, конечно, отметить превосходную работу художников. Я так немножко еще взглянул на управление. Управление здесь самое что ни на есть простое. Матерь божья. Вот это начало игры. Вот это начало игры. Как это меня не задело? В спиняку сейчас бы как встрял вот этот валун с острыми наконечниками. А я-то думал, здесь мы будем рассматривать птичек, животных, фотографировать и искать мальчика. А нифига, здесь какая-то хрень уже меня чуть не убила. С первой же минуты нашей игры. Давайте посмотрим. Надо держать. И что? С помощью этой кнопки я открываю какое-то воспоминание, да, похоже? Какую-то историю, да, я так понимаю? Но это не полное воспоминание. Это какая-то его часть. И не более того. А что же делать-то? Я могу приблизить и посмотреть. Кстати, я не договорил об управлении. Меня немного испугал валун. Все, что я могу здесь сделать, это ходить. И увеличивать. И взаимодействовать. То есть, самое стандартное управление мыши и клавиатура. Здесь мы просто ищем. Здесь мы просто что-то ищем. Какие-то улики и зацепки. Мир, я так понял, у нас практически открытого типа. Ну, пейзажи просто обалденные. Я не знаю, хоть фотографируй и ставь прямо на рабочий стол, как в фотообои. Мать моя женщина. Да, еще одна ловушка. Это место просто напичкана ловушками. Как будто кто-то не хотел, чтобы мы сюда приходили и что-то искали. Опа-на, открывается еще часть. Еще часть какой-то картины. Какой-то картины и там лежат черепа. Напоминает полумесяц. И еще что-то. Хорошо, я так понял, нам нужно искать вот эти вот всякие штуки, которые здесь находятся. Интересно, я могу погибнуть? Я могу упасть в пропасть? Нет, друзья. В пропасть я упасть не могу. Все-таки мир у нас не настолько открытый, чтобы покончить жизнь самоубийством, даже не начав играть. Продолжаем искать. Я, конечно, случайно зашел на обочину. Я сюда не планировал идти. Просто хотел проверить, могу ли я ходить по травке, по лесу. И, как вы видите, уже вот такие результаты. Я хотел идти по дороге прямо, но хорошо, что я этого не сделал. Какой-то лес. Есть у нас кнопка ускорения. Ходить мы можем немножко быстрее. Ловушка высвечивается. То место, где нас едва не прибили, помечается надписью. Возможно, чтобы мы его не пропустили. Возможно, для чего-то другого. Ну, хорошо. Мы будем искать дальше. Две ловушки мы нашли. Картина открылась, ну, наверное, на четверть. Не более того. Вот я снова, снова выдвигаюсь к железнодорожному тоннелю, который находится там. Из него мы вышли. А вот еще одна ловушка, по-моему, да? Да, еще одна ловушка, которую мы миновали. Посмотрим, что она нам нарисует еще. Это какое-то воспоминание. Кусочки какого-то... Какого-то воспоминания. Вот только непонятно, к чему оно принадлежит. Ну, что же, продолжаем искать. Железнодорожный путь дальше завален. Следовательно, локомотив, который, даже если пойдет через туннель, никуда не приедет. Это еще одна ловушка? Нет, это просто пень. Это просто пень. Так, я, конечно, так иду разрозненно. Не придерживаясь определенной хронологии поиска. Ядрен батон. Называется ловушка-мясорубка. Которая хорошо использовалась во Вьетнамской войне. Не буду рассказывать, как именно погибает тот, кто туда попадает. Но радужных перспектив ждать не стоит. Так, я так вижу, что осталась еще одна. Еще одна ловушка. Которая находится, не знаю даже где. Вот одна ловушка горит, но мы ее открыли. Еще смотрим здесь эту часть пути. Эту окраину леса. Что она нам покажет-то? Ух, какой пейзаж. Ну просто обалдеть, друзья. На фоне летающих листьев так бы и остался здесь наблюдать за всем этим. Скорее всего, закатом. Браво, художники. Игра нарисована просто превосходно. Так, я похоже обошел завалы и вижу какой-то мост. Мост, естественно, закрыт. Мост полностью закрыт. Но я не думаю, что нам нужно сейчас туда идти прямо. Так как мы еще не начертили всю картину, всю хронологию, которая здесь произошла. Хронологию событий я имею в виду. И нам еще нужно кое-что найти. Здесь завалы. Обрушилось полотно справа. И засыпало нам железнодорожный путь. Ну даже не нам, а кому-то, кто собирался здесь ехать. Так, еще нужно найти одну ловушку. Как минимум одну. Я не могу говорить точно, что одну. Сейчас тогда будем искать по порядку. Эта ловушка у нас есть. У меня рассудок мутнеет. И видно по краям, что детектив наш что-то видит. Кстати, детектив обладает экстрасенсорными способностями. Он способен видеть то, чего не видят другие. Именно поэтому он и здесь. Так как информация, которая содержалась в письме мальчика, весьма странна. И с ней разобраться, как вы слышали в начале игры, не может ни полиция, ни священники. Здесь дело переходит в руки медиумов. Суровых медиумов. Которые своим опытом могут помочь развязать эти все дела. Так, друзья, я запутался. Вот уже в первой локации я запутался. И не знаю, где здесь можно найти ловушку. Кажется, я уже оббегал практически все. Вот какое место симпатичное. Ничего здесь нет. Остатки деревьев. Обрывчик. На обрыве, я думаю, можно было в какую-то ловушку еще поставить. Но нет. Но нет. Заглядываю под каждый камень. В каждый закоулок. Но не вижу ничего. Где же ты, моя ловушка? Хочется, конечно, узнать, на кого эти ловушки ставились. На людей. Или на животных. Но судя по... Так, 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 так. Я начинаю что-то... Что-то понимать. Но судя по полученным воспоминаниям. Там находятся скелеты. Видимо, ловушки устанавливались именно на людей. На жертв, которые беспечно в них попадали. Так, так. Но где же еще? У нас же картина-то полностью не открылась. Я здесь уже пробегаю десятый раз. Туда, я думаю, идти пока не стоит. Close it, do not enter. Ходить нельзя. Вот это место еще здесь вот на камушках не был. На камушках не был. Хотя ловушка... Здесь уже открыта. Одна из ловушек. На камнях нет ловушек. Может быть, нужно заглядывать куда-то еще. Может быть, здесь еще есть какой-то ход. Довольно запутанная местность. Здесь я чуть не получил по горбу. Возможно, здесь может быть ловушка. Вот здесь я еще не гулял. Да или нет? Маловероятно. Да, здесь я тоже еще не был. Но здесь пусто. Абсолютно пусто, как, собственно, и здесь. Прыжка, кстати, здесь нет. Есть приседания. Я могу немного присесть и привстать. Есть. Есть, мать ее. Я ее нашел. Кажется, я здесь уже пробегал. И не один раз. Ну что ж, друзья, давайте узнаем, что от нас здесь требовалось. Вот она, картина. Я могу двигать камеру и вижу поле, усеянное мертвецами. Неужели мальчик по имени Итан Картер не единственный, кто в этом месте? Я вижу какую-то записку. Так, кээээ, вращать, приблизить. Текст. Сок. Старик каждый день ходил в лес, чтобы пить сок из деревьев. По пути туда ему приходилось преодолевать множество опасных ловушек. Жители деревни верили, что в лесу старик прячет нефритовый амулет. И старику хотелось, чтобы они в это верили. Потому что так они постоянно были заняты поиском сокровищ лесу и не пили принадлежащий ему сок. Одной холодной осенью ночью в лесу случился пожар, и огонь перекинулся на деревню. Старик смог выбраться, покрыв себя соком. Когда он вернулся в деревню, то обнаружил лишь кости жителей. Старик сел и заплакал, а потом он нашел еще сока. Итан, тебе нельзя здесь находиться? Но, дед, я написал кое-что для тебя. Мило, спасибо. А теперь уходи. Потом прочитаю. Игра сохранена. Контрольные точки. Эти скелеты, оказывается, не принадлежат. Принадлежат не дело рук маньяка. Это дело рук пожара, который сжег всю деревню старика. Что ходил вот за этим соком. Бутылки, это вовсе не алкоголь, это сок. Лежит также пачка сигарет. Не знаю, у меня такое ощущение, что в пожаре это может быть виноват и сам старик. То есть дедушка пропавшего Итана Картера. Так еще что-то лежит в костре. Женщина погибла в горящем доме. Округ Бенфилл. Как сообщает пожарная служба округа Бенфилл, среду утром в долине Красного Ручья пожар уничтожил историческое здание. Семья из шести человек спала, когда в доме на Олд Огден Роуд 46, когда-то принадлежавшем Альберту Вандер Грифу, вспыкнул пожар. 58-летняя Эбигел Картер погибла на месте происшествия. Остальным членам семьи удалось спастись. 62-летний Эдвин, муж погибший, рассказал следователям, что не исключает того, что он мог заснуть с зажженной сигаретой. Пожарные прибыли на место происшествия в час 22 минуты и пробыли там до 5 утра. 4 часа спустя они вернулись на место происшествия, чтобы погасить огонь, который вновь вспыхнул в нескольких местах. На первом этапе тушения пожара на помощь прибыли участники филиала Добровольческого пожарного департамента Эшленда. Также на месте происшествия была скорая помощь Мэйсон Вилля. Так, а как пролистывать? А вот так. После бурных слушаний до сих пор нет ответа для наследников Вандер Грифа. Округ Бейнфилд сегодня члены семьи Вандер Гриф снова собрались в окружном суде Бейфилда, чтобы обсудить судьбу наследства Вандер Грифа, которое находится на хранении с 1961 года, когда 71-летний глава семьи Альберт Вандер Гриф умер в результате несчастного случая в шахте. Это событие привело к краху промышленной империи Вандер Грифа и очень негативно повлияло на местную экономику. 38-летний Джеймс Вандер Гриф из Чикаго утверждает, что требования его отца нелепы, и многие члены семьи Вандер Гриф имеют личные принципы не переезжать в семейный особняк в долине Красного ручья, как этого желал Вандер Гриф-старший. А недавний пожар, который разрушил особняк Вандер Грифа, еще сильнее повлиял на мнение семьи. С 1967 года в особняке Вандер Грифа в качестве временных сторожей проживает семья Картеров. Сколько раз я прочитал фамилию Вандер Гриф? Возможно, ее нужно запомнить. Так, я вижу пачку сигарет, из-за которой произошел пожар, и ситуация, которая обрисовывается вокруг этой странной и печальной истории. У нас нет ни дневника, у нас нет ни квестов, то есть мы, друзья, предоставлены сами себе, как в реальной жизни. Мы приезжаем в какой-то городок и начинаем исследовать местность. В местности искать улики. Ну что ж, я думаю, эту местность мы уже полностью обыскали. Сзади находится яркий свет туннеля. Давайте попробуем в него сходить, что из этого выйдет. Интересно. Я думал, туннель будет стоять на месте, наш уменьшается, а этот приближается. Или ничего не происходит. Я близок к свету. Я в полной темноте. И сейчас что-то произойдет. Здесь совсем иная картина. И да, друзья. Похоже, впутавшись в это дело, наш детектив стал заложником ситуации. Мы не можем выбраться ни вперед, ни назад. Мы с вами находимся в кольце. В кольце, которое обязательно нужно развязать. Здесь уже искать, я думаю, нечего. Давайте перешагнем через мост. Мы узнали первичную информацию о пожарах и о семье Картеров. Теперь самое время преодолеть мост. И посмотреть, что находится за ним. Да-да, тихое и обычное место. Но в своей жизни я усвоил одну вещь. Тихих и обычных мест просто-напросто не бывает. Итан предупредил меня об этом. Сказал, чтобы я не обманывался тем, что вижу. Ему не стоило волноваться. Я работал над десятками дел, сотнями. И это дело будет последним. Последнее дело Пола Просперо. Дальше он завязывает со своими поисками. Но выберется ли он отсюда или нет. Безумно фантастическая красота. На фоне заходящего солнца. И издали мы видим еще один мост. Либо это дамба. Пытаюсь искать улики. Но думаю, здесь больше ничего нет. Мост полностью разрушен. По нему очень давно не ходили поезда. Шпал нет. Рельсы лежат сами по себе. Да и сам мост оставляет желать лучшего. Ремонтировать походу его вовсе никто не собирается. А это заброшенная матрица, так это называется. Со шпалами. Или шпало-укладчик, который должен был уложить шпалы и на той стороне. Но видимо все остановилось. Все в этом месте замерло. Словно Чернобыль какой-то. Забрались мы вперед этой матрицы. Жмем на газ. Но движения естественно нет. Есть еще кнопка заглушить. Она также не поддается никакому движению. Больше здесь нет наверное ничего, кроме ржавых сидений и ручки. Сюда мы еще я думаю вернемся. Ну вот с чем именно пока непонятно. Смотрим нашу матрису грузовую со всех сторон. Осмотреть. И здесь что-то есть. Кровь. Животное. Или человек. Несчастный случай. Или убийство. Коленчатый вал. Недавние царапины. Использовалась недавно. Рукоятка. Рукоятка. И что бы это значило. Рукоятка. Ага. Чтобы завести матрису. Я так понял. Автоматрису. Нам нужна рукоятка. И вот куда ее нужно вставлять. Наш детектив применив метод. Дедуктивного мышления. Выяснил что здесь не хватает рукоятки. Появляются две дороги. Старый шлагбаум. Который вывернут. Видимо от удара. И еще вот этот тупик. Что это за тупик. Я пока не знаю. Осматриваю. Его на наличие каких-либо. Находок. Или каких-либо еще вещей. Но пока безрезультатно. Ну что ж. Давайте спустимся по дороге. В любом случае. Дорога. Дорога у нас соединяется с железной. Дорога идет пересечение. Там будет наверное переезд. Нет. Она будет идти параллельно. Параллельно всему. Всему нашему пути. Так. На этой части тоже ничего нет. Я действую действительно как ярый детектив. Обыскиваю абсолютно все. И вот. Нахожу. Какое-то сцепление. Или проволока. Сейчас мы это осмотрим. Узлы. Узлы. Развязан. Привязан. Нет крови. Веревка. Веревка. Интересно. Что дальше. Там написано рукоятка. Здесь написано веревка. Веревку я взять не могу. По причине того, что она наверное зажата. Но уже у нас две улики есть. Что себе держит на уме детектив. Я пока понять не могу. А здесь кровь, друзья. А здесь находится огромное пятно крови. И человеческая нога. Вот это поворот. Вот это мать его поворот. Часть трупа. Кровавый след. Жертва оттащили. Или отполз. Отрубленные ноги. Здесь две ноги. Одну я не увидел. Здесь две отрубленных ноги, друзья. Я не думаю, конечно, что это сделала. Та грузовая автоматриса. Но. Что же еще. Похоже, как ее попросту отрезали. Попросту переехали. Ну что ж. Прямо давайте пока не пойдем. Посмотрим, куда нас приведет этот след крови. Что здесь. Under construction. Путь находится. Под ремонтом. А вот и тело. А вот и тело того бедолаги. Который, видимо, смог проползти еще метров двадцать. И даже не добрался до воды. Не говоря уже о том, чтобы попросить о помощи. Давайте узнаем, что он нам расскажет. Кровь из ног. Откуда кровь? Откуда кровь? Перелом костей черепа. Причина смерти ли? Или кровопотеря? Либо травма головы? Коснуться. Так, идет. Идет какая-то у нас опознавательная часть. Этого убийства. Что делать я не знаю. Я держу просто кнопку. Левую кнопку мыши. И... Рано. Вместо смерти прошло времени вмешательства третьих лиц. Пытаемся дальше разгадывать. Не знаю, получится или нет. Я немного не понимаю, что делать. Идут волны. Как понимаю, идет мыслительный процесс нашего детектива. И он с помощью своей экстрасенсорики пытается... А, вот так надо смотреть. Вот я уже попал на лицо. Человек, кстати, лежит сейчас вниз головой. А здесь я его вижу... В совсем другом ракурсе. Ну что ж, друзья. Наверное, нам не хватает попросту улик. Уже дело набирает свои обороты. Накаляется... Атмосфера в игре. Мы нашли первый труп. Сейчас выходим к тупику. Ни в коем случае не входить. Сейчас посмотрим, может быть, что-то здесь еще найдем. Здесь тупик. Ступик и... Линия электропередач. То есть... То есть обычный столб. Так, я кое-что нашел еще. Камень, камень, дерн. Свежая грязь. Камень. 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 Кто-то выдрал отсюда камень, я так понимаю. Да, да. Здесь два камня. Лежат полноценно в своих ячейках. Их не трогали. А один камень пропал. Да, как же это все запомнить-то без карты, без каких-либо подсказок. Не знаю, там был еще спуск к воде. Мне кажется, нужно сначала сходить туда. Потому что там... О! Еще что-то есть. Еще что-то есть, а там отрубленные ноги. Так, давайте смотреть, что здесь. Сухая трава. Нет солнца. То есть сухая трава без солнца. Прямоугольная форма. Автодрезина с моста. Все-таки это не автоматрица, автодрезина. Автодрезина. То есть следствие сухой травы стало автодрезина, да? Ну, пометки остаются. Я вот вижу сдалека камень, вижу сдалека отрубленные ноги. Это хорошо, я не потеряюсь. Ага, ну давайте осмотрим еще бензин. Дизельное топливо или бензин? Так, мне дрезина мешает. Бросили. Беспечно. Спешки. Намеренно. Канистра. Так, можно дрезину успокоить? Спасибо. Канистра. А зачем нам канистра-то здесь? Лежачие-то, а? Еще, может, что найдем. Турпяк лежит. Явно перерезанный матрица. Есть веревка. Веревку я достать-то точно не смогу. А здесь спуск к водоему. Туда вверх я уже поднимался. Нужно идти не спеша, оглядываться и всматриваться во все, что только можно. так как может произойти все, что угодно. Я спускаюсь попросту к водоему, и там есть проход в дальнейшую часть города. И подъем там есть. Сейчас посмотрим, что находится здесь. Нет ли здесь каких-нибудь еще улик, потому что безногий мужчина лез именно сюда. Именно в эту, в эту часть, здесь ракушняк, больше я не вижу ничего. По-моему, все чисто, вот здесь еще посмотрю, похоже да, похоже так и есть. Место-то какое стрёмное-то, а? Несмотря на всю красоту и волшебство этого места, начинает накаляться атмосфера. Что-то красненькое такое тут лежит, или что это такое? Это кровь, что ли? А уже исчезла, видимо, какой-то глюк. Видимо, какой-то глюк. Так, здесь нет ничего. Я, правда, сейчас хожу по воде. Подсказка бы уже, наверное... А я могу плавать, интересно? Нет, плавать я не могу. Но подсказка должна была бы уже появиться, если бы здесь что-то было. Я, конечно, обыскал весь этот район, но не нашел ни хренась. И сюда подняться я не могу. Здесь нас загнали в небольшой тупик. Ладно. Вот это еще возвышенность я не проверил. Возвышенность мне не ясна. Так, а здесь какие-то камни или что-то кто-то бил землю. Тоже какая-то штуковина странная-то, а? Опа! Я вижу место осмотреть. А как я там гулял и ни хрена не нашел. Вот это, блин, я чемпион, мать его. Ну да, действительно. Вращать. Ну это ручка, окровавленная ручка. Не знаю, куда ее вставили. Даже знать не хочу. Но мне предлагают ее взять. Так, и это первый предмет, который я могу взять. А вот как им пользоваться? Ну ручка, друзья, я так понял, это той дрезины, которая стоит на возвышенности. Так, надо еще так посмотреть. Я так сверху гляну и увидел слово осмотреть. Ну давайте сбегаем в то самое место. Посмотрим, что там от нас-то хотят. Еще так глянем давайте. Посмотрим. Нет, ничего не видно. Коснуться. Ну вот, я его обсматриваю полностью. Не знаю, может какая-то здесь методика осмотра есть. А, я могу увеличить. Может нужно увеличивать. Я здесь на спине что-то вижу. Какой-то знак. Или у меня это уже глючит, мне кажется. Нет, ничего не происходит. Там просто появлялось слово рано. И поэтому, ну не рано, а рано. И наверное нам попросту сюда еще рано. Здесь вообще ничего не происходит. И никаких предложений нет. Мне. По крайней мере. Есть еще веревка. Ладно. У нас есть ручка. Густой темный лес. Который также может хранить какие-то тайны в себе. Светофор. Неработающий. Или семафор. Да, семафор. И ручка. Ну давайте попробуем применить рукоятку. Есть мать его. Первая загадка. Что-то я там нажал. И что делать? Я завел матрису. Ни хрена себе. Вернее дрезина. Оказывается она еще на ходу. Не хватало просто ручки. И куда мы с ней поедем? Вперед или назад? Вперед мы точно упадем. Да. Вперед мы, друзья, точно упадем. Давайте попробуем поехать назад. Сейчас мы опять переедем ноги. Автодрезина. А вот здесь надо поставить автодрезину. Нет? Там надпись просто была. Автодрезина. Вот здесь наверное. Может быть так. Я правда не знаю попал я или нет. Идет дальше сигналы. Автодрезина. 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 И что? Наконец-то почему-то так не реагирует. Не знаю. Сейчас попробую подогнать ближе автодрезину. Дальше отрубленные ноги лежат. Давайте заглушим. Давайте заглушим. Что такое? Что за звук-то, мать его? Автодрезину я-то поставил. А что еще-то делать? Может теперь отрубленные ноги надо как-то... Или веревку я теперь могу взять. Я не перерезал ли ее, а? Нет. Я нифига не перерезал. Немножко непонятно, что здесь делать. Братца вращать канистра. Братца вращать. Это я понял. Может теперь я больше чего-то узнаю? Да, друзья. У меня картина начинает... Мать ее расширяться. Но еще не полностью. Далеко не полностью. Автодрезину я-то пригнал. Зачем нам нужна канистра была, которая... ...заставила... ...траву пожелтеть или... ...сделаться сухой? Зачем здесь был развит бензин, разлит? Ну давайте сейчас наедем на ноги, посмотрим картину... ...с ногами. Потому что был вопрос еще, да, с отрубленными ногами. Были ли они отрублены... ...этим средством. Ну чё? Немного не доехал. Сейчас попробую еще чуть-чуть подъехать и посмотрим уже... ...вернее. Да, но сначала нужно... ...сначала нужно завести дрезину... ...чтобы узнать... ...что за... ...ёрунда здесь происходит. Ну давай. Ну, ноги остались на месте. И до резина осталась на месте, вот только... ...мировоззрение у нас немножко расширяется, но нам-то толку это... ...это не приносит полноценного забраться... ...веревка какая-то лежит. Даже не знаю... ...к чему это применять. Единственное, что... ...додумался я это только применить ручку. А вот что автодрезина хочет этим сказать, мне непонятно. Ну поставлю я здесь автодрезину, а дальше что? Камня-то все равно нет. Ой-ой-ой-ой. Ну я так понял, ладно, поставлю я там дрезину, хорошо. Я даже глушить мотор не буду, пусть все работает. Ну а что дальше-то? А ну-ка. Канистра, канистра, я не вижу канистры. Вот здесь, да, я так понял, хорошо. Пусть продолжает работать. Сейчас узнаем. Сейчас мы попробуем узнать, что нам нужно-то. Ну явно нужно автодрезину поставить там, а вот... ...вот здесь, да? Заглушили, вышли, смотрим. Да, мы сделали это правильно. Мы сделали это абсолютно правильно, она должна стоять здесь. Теперь нужно, я так понял, по звуку, по звуку, правильно? Есть у нас отрубленные ноги, которые, кстати, сейчас не активны. Возможно, мы еще не готовы развязать эту загадку. Есть веревка, но дрезина стоит на том самом месте, которым нужно. И благодаря этому у нас видение становится все ярче и ярче. Не знаю, друзья, куда теперь бежать и что искать, но я точно уверен, что дрезину поставили мы правильно. Не хватает, кстати, еще камня. Посмотрим сверху. Надписи, кажется, смотреть не видно. А вот что там? Там находится дорога. Дорогу я знаю, как обойти, но... А вот камень. Вот камень нам нужен прямо сейчас. А ну где его взять-то? Пойдем в соседний закоулок. Следующая часть пазла связана с камнем. Чтобы узнать, открыть полностью картину всего произошедшего здесь, нужен камень. Место, я вам скажу, не очень приятное. Тот лесок мне нравился больше. Здесь еще больше все запущено. И уже не так светло, как на той возвышенности перед мостом. Ха-ха-ха. Ладненько. Ладненько, ладненько. Мы еще сейчас поднимемся сюда. Вот здесь уже веселей. Намного веселей. Светит солнышко. Правда, угасает уже, но... Я думал, трупяк опять лежит в кустах. А это был просто камень. Ха-ха-ха. Что же делать-то? Что же делать? Я пошел сразу в чащу, но, наверное, зря я это сделал. Вторая загадка посложнее будет. Если мы в первой только нашли ловушки, то здесь... То здесь нечто требуется от нас большее. Но нужен в любом случае камень. Камень решит все вопросы. Вот отсюда я шел. Сейчас буду осматривать место на наличие камня. Территория супер обширная. Супер обширная, несмотря на то, что она ограничена местами. Но его площадь для поисков просто грандиозна. Искать можно где угодно и как угодно. Это тот самый спуск. Спуск к горе. Вернее, к воде и с подъемом на гору. А вот камень. Может быть, и камень мы также пропустили, когда подходили к этому району. Давайте посмотрим. Надпись осмотреть нет. Здесь была только рукоятка. Гребаного камня я не видел. Гребаного камня я не видел. Ладненько. Посмотрим еще что здесь. Трупец лежит. Нам его нужно разгадать. Это точно та же система. Ай блин. Точно та же система, что была при поиске ловушек. Там тоже была картина, но там мы справились немного быстрее. Здесь точно нет камня в углу где-нибудь лежащего одинокого камня. Нет, здесь камня точно нет. Под дрезиной тоже ничего нет. Вперед бы мы не доехали. Так, ладно. Единственная загвоздка где искать камень это идти налево. Идти налево в ту самую глушь где мы были. Параллельно бросая взгляд на возвышенности и прочие загадочные элементы ландшафта. Даже ноги нам не нужны. Нам нужно что-то решить с камнем. Камень, камень, камень. Куда ушел камень? Камень, камень, камень. Это не камень и это не камень. А это возвышенность какая-то. На нее залезть я не могу. И здесь я не могу. Пойдем прямо. А вот да найдем что-нибудь, а? Вверху я уже был. И здесь я уже был. Нет, вот на этой площадке я не был. Здесь растет такое растение похоже на папоротник. Нифигаш не видно это что еще, мать его. Какая-то хрень, друзья. Первый, третий, первый, третий, четвертый и второй. Что это, мать его? Что это, что это? Какой-то космонавт, ни хрена себе. Я его вижу. А где я вообще? Вот он стоит. Да, это же космонавт. Что он, а что он от нас хочет-то? Он нас куда-то ведет. Он нас куда-то ведет. Он нас куда-то ведет. Какой-то разгадки. Ну, мать его, где ты появился-то? Ну, сука ж, а? Я не увидел, где он... Мать твою. Влево пошел, нет? Так, ну на... Все, я по-моему профугал подсказку. Ох, блин, сколько здесь нужно понимать методом непонятного. Я вообще ничего не пойму. Появился какой-то парень в скафандре и исчез. И бесследно исчез. Я нашел светофор. Методом исключения его запустил. Ну, а что дальше? Почему... Почему я за ним не побежал? Потому что я его не увидел, где он находится. Вот еще у меня есть, да, попытка. Но я уже помню, что здесь нажимать. Хорошо, что здесь много попыток. Блин, ну давай. Я за тебя все равно догонюсь, ученыш. Так, сейчас смотрим в оба. Стой, стой, стой. Я тебя вижу. Вот здесь ты пропал. Вот куда ты пропал? Куда ты бежишь сейчас? Так, я так понял, он бежит на гору. Если он пошел наверх, значит, нужно искать верху. Да, я правильно сделал. Он меня ведет. Он меня куда-то пытается привести. Ну, мать его, куда? Сука, ну ты даешь, дружище. Я ж ни хера не вижу из этого папоротника. Куда ты бежишь? Иду вслепую. Ты мне хочешь что-то сказать? Ты мне хочешь что-то поведать? Да, я так понял. Охренеть. Что это за хрень-то такая, а? Нашего инопланетянина забрали. И мне туда, что ли, нужно идти, да? Я последовал за ним. Я показываюсь в каком-то, мать его, космическом корабле. Куда, интересно, меня несут. Не подымаясь над землей. Меня уносит межгалактическое какое-то путешествие. Ну, чего-чего, этого я не ожидал, конечно, фантастики в этой игре. Я ждал мистики. Ну, что мы сейчас делаем, понять пока трудно. Похоже, мы терпим крушение. Нет, мы вышли в открытый космос, где находятся такие же корабли, как и наш. Я могу подходить к окну, могу двигаться, но больше ничего не могу делать. А здесь есть записка. Прочитать. Клыки. Были у зверя клыки, но сам он неуклюж и медлителен. Увидев однажды луч света в небе, он решил подождать, пока тот исчезнет, как было и прежде до этого. Поняв, что свет исчезнет, исчезать не собирается, зверь поднялся на ноги и подошел к месту, где по-прежнему горел огонь. Исчез оранжевый луч, на смену ему появился другой. Он был голубого цвета, а свечение его было столь ярким, что существо видело лишь звезды по его краям. Зверь обнажил клыки, и луч исчез. Многвение спустя, свечение вновь вернулось на сей раз между двумя деревьями вдалеке. Зверь захотел вернуться домой, но не мог не обращать внимания на свет, он опоследовал за ним вглубь леса. Наверное, это про меня. Катись из моей комнаты, Трэвис! Истории... Постоянно они... Вали! Я прочитал клыки. Мне понравился зверь. Хотя бы ему удалось сбежать из этого проклятого места. Вот это да, друзья. Похоже, все эти истории это... Это... Выдумки. Выдумки нашего пропавшего Итана Картера. Мы находимся в его фантазии. Мы по кусочкам разбираем его видение. То, что он придумывал и записывал на бумагу. Я не знаю, кто такой Трэвис. Может быть, старший брат его. Который упрекает в том, что... Наш парень много фантазировал. Теперь, благодаря его фантазиям, мы пытаемся найти ключ. Пытаемся отыскать тот самый ключ, который приведет нас к раскрытию тайны о пропаже Итана Картера. Только что загорелась контрольная точка, друзья. Будем первую серию нашу путешествие заканчивать. И в следующей серии мы обязательно продолжим поиски. Продолжим изучать внутренний мир Итана Картера. Те самые зацепки, которые он нам оставил на этих клочках бумаги. Ну что ж, друзья. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Приходите снова в гости. С вами был Дмитрий канал Шедвель Игровые Миры. Пока.